В Новосибирске не утихает скандал с выдачей 27-рублевой зарплаты сотрудникам завода «Тяжтанка Гидропресс». После публикации на сайте прецедента в этой ситуации начала разбираться прокуратура и трудовая инспекция. Как оказалось, предприятие задолжало заводчанам около 2 миллионов рублей. Но 27 рублей – это все-таки не зарплата. Что же это было? Разбиралась корреспондент программы Елена Отмахова. Каждый период жизни завода имеет свои неповторимые черты. Каждая изготовленная единица оборудования уникальна. За производством тяжелых станков и прессов стоят выдающиеся люди. Еще в 2018 году на заводе «Тяжтанка Гидропресс» снимали фильмы о богатой истории предприятия. Из большой надежды смотрели будущее. Однако к 2020-му от радужных планов не осталось и следа. В конце ноября многие сотрудники получили СМС-сообщение о зачислении зарплаты. Суммы красовались фантастически – от 7 до 50 рублей. Небольшие передряги были всегда с зарплатой. А в этом году похуже. Ну, может, коронавирус дал, может, еще что-то. Юрий Нидзилюк не удержался и рассказал о смешных зарплатах прецеденту. После этого на счета сотрудников упали уже более весомые суммы – по 10 тысяч рублей. Однако это была лишь половина от месячного заработка. В это время в Трудовую инспекцию Новосибирской области тоже поступил сигнал из органов власти о том, что рабочие тяжстанка Гидропресса сидят без денег. По данным нарушениям проведена проверка, возбуждено административное производство в отношении работодателя. В ближайшее время будет рассматриваться дело о привлечении. Кроме того, выдано предписание о погашении заработной платы. В случае неисполнения установленный срок также будут применяться меры административного воздействия. Появились на пороге завода и прокуроры. По состоянию на декабрь текущего года предприятие не выплатило за октябрь этого года свыше 2 миллионов рублей заработной платы. В ноябре этого года в организации также была многомиллионная задолженность перед 246 работниками. Проверка показала, что был нарушен срок выплаты зарплаты и за сентябрь этого года. Допускались случаи выплаты зарплаты ниже установленного закона минимального размера оплаты труда. Деньги сотрудникам возвращались под палки и в 2018, и в 2019. Последняя задолженность составила 10 миллионов рублей. Ситуация натяж танка гидропрессии действительно осложнилась летом этого года. Мы решились некоторые части своих заказов. Это отразилось на финансировании предприятия и возникли задолженности по заработной плате. Новый гендиректор Александр Журавлев на предприятии всего месяц, но все проблемы, которые копились годами, приходится решать именно ему. На сегодняшний момент мы составили некую программу выхода из этого кризиса. Я думаю, что этой неделе мы закроем задолженность по зарплате октября, и до 15 декабря постараемся рассчитаться за ноябрь. Таким образом нормализовать обстановку на заводе и успокоить людей. Александр Журавлев объяснил, и откуда взялись эти злополучные 27 рублей. Это выплата процентов за задержку заработной платы. Да, действительно, в сентябре была допущена задержка. Вот за те неделю или две недели, которые мы допустили задержку, людям выплатили проценты. Александр Журавлев также признается, что этой осенью пришлось сократить порядка полсотни сотрудников. Остальные рабочие пока терпят. Запаслись сухими пайками. Но еще одна 27-рублевая зарплата, особенно перед Новым годом, явно может привести к скандалу и даже финансовому краху. Надеемся, что директор сейчас новый, все-таки руководство в свои руки возьмет нормально, и все-таки у нас будут проблемы с деньгами в прошлом. Потому что есть надо, конечно. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова